Тысячи тонн радиоактивных отходов спрятаны в отдалённом горном ущелье Кыргызстана. Экологи предупреждают, что всего один ополдень может привести к тому, что опасные вещества попадут в реку. И тогда пострадает вся Ферганская долина, где проживают миллионы человек. «Большинство хвостохранилищ находится на транскранических участках. Представьте, вот в Ферганской долине живут 14 миллионов человек. В случае природного катаклизма вода может размыть эти хвостохранилища, и они попадут в реку Нарун. Это уже трагедия всей Ферганской долины». Хранилища с отходами добычи урановой руды близ города Май-Лису десятилетиями приходили в негодность сначала при СССР, а потом после его развала. Теперь их призывают срочно укрепить. «Я здесь 35 лет работаю. Когда мы приехали, там вообще такой запретный зон был, там закрытый колючей проволокой. А сейчас всё разломали, всё разнесли, дома построили, живут». Когда в 1968 году здесь прекратили добычу, накопилось более двух миллионов кубических метров шлама. Ранее здесь уже происходили утечки. Это привело к загрязнению почвы и рек. «Вот я специально сам я проверял. Там вообще зашкаливает. За 100 этот рентген сейчас там зашкаливает, вот, радиация. А там в таком месте там 2-3 дома сейчас построили недавно уже, последние 2-3 года». Впрочем, местным жителям ничего не остаётся делать, кроме как продолжать привычную жизнь. Им предлагали переселиться в другое место, однако финансировать это отказались. «Они предлагали, там где-то замызанятым, идти там сам, ну, устройство без помощи. Деньги не дают. Вот так». Врачи говорят, что большая часть населения региона страдает от болезней органов пищеварения и эндокринной системы.